Всем привет! Давайте мы начнем. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о качестве кода и поговорить о, соответственно, некачественном коде. Все это будет происходить, включая некоторые метафоры, которые звучат как семь смертных грехов разработчика. Мы, соответственно, посмотрим, что это за семь смертных грехов такие и посмотрим, как с ними можно бороться. Ну, собственно, зовут меня Евгений Мандриков. Меня можно найти в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке, Гитхабе, где угодно, на Гуглите и так далее. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Я работаю в компании SonarSource. SonarSource занимается разработкой анализаторов кода, программ, которые умеют анализировать код на CC++, Cabal, Java, Swift, не Kotlin, если кто был на докладе Kotlin. Я этим занимаюсь на протяжении порядка шести лет. Это в некоторой степени похоже на работу, которой занимаются люди в Oracle с компилятором. Мне хотелось бы построить доклад в виде некоторого все-таки диалога с вами, поэтому у меня будут некоторые к вам вопросы. Я рад услышать ваши вопросы ко мне. Возможно, кто-то получит какие-нибудь ништячки в виде футболочек за хорошие вопросы, хорошие ответы. И, соответственно, вопрос первый. Кто из вас уже где-то работает? Ого. На себя? Ну окей, тоже считается. Отлично. Есть ли кто-нибудь младше, чем третий курс? Окей. А сколько людей там младше, чем пятый курс? Окей, спасибо. Итак, прежде чем мы начнем, очень хотелось бы обратить внимание на дисклаймер. Ну, вернее, на темплейт дисклаймера, извините, я не успел подготовить как Oracle большой список того, что мне можно говорить, что нельзя и так далее. Но мысль очень простая. Все, что я говорю здесь, я говорю от своего собственного имени. Это не мнение моего начальства. Они хотели бы полностью обладать моими мыслями и так далее, но это не так. Я не собираюсь вам продавать никакие продукты, тулы и так далее. И так далее. Основная цель вас познакомить с существованием данных продуктов, тулов, что они из себя представляют, зачем они нужны и так далее. А уже потом дело за вами, пользоваться ими или не пользоваться и так далее и тому подобное. Итак, в идеале хотелось бы, чтобы любая разработка, она была очень быстрой и вообще без сучка, без задоринки, без каких-то проблем. Вот есть такая замечательная цитата, что хорошо написанная программа, это программа, где стоимость внедрения какой-то новой функциональности, она вообще является константной на протяжении всего жизненного цикла этой программы. То есть там начиная с дня ноль и заканчивая там релизом номер 100500. Ну и, соответственно, если вы любите графики, вот это должно выглядеть как-то так. И в идеале, вот в мире, где у нас есть сферические икони, это было бы вообще очень приятно, потому что мы хотим, грубо говоря, заимплементить 10 фич. Мы сажаем 10 разработчиков, и они у нас их имплементят там за один день. Сажаем 20 разработчиков, они там имплементят за полдня. Ну или за один день 20 фич. На самом же деле, на практике, на практике все немножко сложнее. Мы все знаем народную мудрость, что чем мы дальше в лес, тем нам труднее. И на практике получается, что чем проект старее, чем больше мы в него сил вкладываем, тем сложнее нам становится вкладывать в него силы. Соответственно, возникает резонный вопрос, а почему так и что с этим делать, как уменьшать вот эту вот стоимость разработки, от чего она вообще зависит и так далее и тому подобное. Ну вот, собственно, как всегда, нам хочется сделать как можно лучше. Нам хочется построить замечательный мост, по которому приятно ходить. А на практике получается как-то не так. Отличие, я думаю, прекрасно заметно. Почему так получается? На это и мы будем отвечать. Это происходит из-за того, что накапливается некоторый технический долг. Что такое технический долг? Ну вот можно провести аналогию с банковской системой. Допустим, вы хотите купить квартиру, но денег у вас нет. Вы что-то зарабатываете, но вот конкретно всю стоимость квартиры на данный момент вы оплатить не можете. Что вы делаете? Вы идете в банк и говорите, я вот такой вот хороший, у меня вот есть такая вот зарплата, мне очень хотелось бы купить квартиру, не могли бы вы мне помочь. Банк дает вам, соответственно, займ, и вы этот займ используете на покупку квартиры, а потом постепенно выплачиваете банку свой долг. Как это ложится на разработку программного обеспечения? Ну, все очень просто. Мы все знаем, что прототипирование — это хорошо. Прототипирование позволяет нам быстро доказать практичность каких-то наших гипотез. Что такое прототипирование? Прототипирование на практике — это давайте сделаем что-нибудь очень быстро, чтобы доказать вот быстро нашу какую-то там теорию, и потом после того, как мы уже доказали, показали, мы, соответственно, доведем эту реализацию до конца, и это вот будет там наша фича, наш релиз и так далее и тому подобное. И вот это вот давайте сделаем быстро, а потом поправим, сделаем хорошо, заткнем все дырочки, засунем нужные костыли и так далее, это тот же самый долг, что вы берете в банке. Вот вы сначала говорите, мы делаем быстро, а потом выплачиваете этот долг фикса все, что вы не сделали хорошо в самом начале. Ну и, соответственно, понятно, чем больше кредитов в банке вы будете брать, тем труднее вам станет их выплачивать. Вы там купили потом еще машину, а потом еще машину жене, а потом так оказалось, что ну вы вообще кредит это погашать не можете, и все очень плохо, и вы приходите в ситуацию, которая изображена справа. Если эта аналогия не совсем близка, так сказать, студентам, то есть другая аналогия. Ну вот, возможно, кто-нибудь в общежитии приходит к такому состоянию, что у нас комната завалена вообще каким-то хламом. Вроде как непонятно, откуда он взялся, но вот он есть. Как это происходит? Ну понятно. Мы один раз покушали, решили, что нам лень что-то убирать, выкидывать, мыть и так далее. Мы сказали, ой, а мы сделаем это завтра. Завтра мы снова сказали, что нам лень, ничего не сделали, и приходим вот к такому состоянию. Вот. Это технический долг. Как это связывается с какими-то метафоричными семью смертными грехами разработчика? У кого-нибудь есть идеи, что может входить в список семи антипаттернов, паттернов, так скажем, плохих вещей в программировании? Ну, что-нибудь ближе к коду, то есть вот конкретно про код. Ну, это слишком конкретно. Говнокод слишком общо. Magic numbers, окей, хорошо. Допустим. Premature optimization, окей, хорошо. О, копипасты, отлично, кто сказал? Я вас запомню. А как-нибудь можно это обобщить каким-нибудь красивым словом? Ну, окей, я вас тоже запомнил. О, отлично. Ладно, я думаю, общую идею все поняли. Давайте посмотрим на каких-то конкретных примерах, что это такое. Конкретно какие семь. Вообще небольшое замечание. Эта аналогия идет из SonarSource. Мы вот считаем, что есть семь каких-то категорий, я их сейчас назову. Вот, понятно, что что-то, возможно, не охватывается этими семью категориями, но аналогия красивая со семью с мертвыми грехами. Итак, вот я вам показываю некоторый кусок кода. Он вполне себе реалистичен. Вполне возможно, что в каком-то проекте существует такой вот компаратор, который у нас сравнивает какие-то два объекта, у которых есть два филда. И мы хотим какой-то ордер. Понятно, мы сначала сортируем по первому филду, потом хотим отсортировать по второму. Вот, и вот пишем такой вот компаратор. Какие здесь есть проблемы? Да, отлично. Если мы наблюдательны, то мы заметим, что вот здесь вот мы вообще сравниваем у двух разных объектов два разных филда. Но это только если мы очень наблюдательны. Вот, какие здесь есть проблемы? Что? Да, адовая вложность. Вот, отлично. Люди говорят, что можно упростить. Да, окей, можно там где-то покосить что-то лишнее. Кто-то говорит нечитабельность. Вы все правы. Этот код страдает от многих проблем. Вот, можно, конечно, сказать, что у нас нечитабельность растет ногами, руками и всем чем угодно, в то, что у нас Java-вербосы на самом-то деле надо было юзать какой-нибудь Kotlin, я не знаю, JavaScript и прочее, где можно не писать точки с запятой. А вообще еще существуют языки там по типу питона, где не нужны фигурные скобочки. И вот у нас было бы все компактно, замечательно и относительно. Но на самом-то деле Java винить не в чем. Java тут ни при чем. Проблема этого кода в том, что он сложный и он нечитабельный. Ну, потому что у нас объекты называются O1, филды называются F1 и F2. Соответственно, здесь мы говорим о первом смертном грехе. И это вообще сложность кода. Вот. И есть, понятно, много замечательных цитат у Альберта Эйнштейна на эту тему, которые гласят, что вообще, ребята, давайте не будем делать сложных вещей. Если вы что-то не можете объяснить там самому себе, своему коллеге, или если вы что-то не понимаете там спустя, я не знаю, вы сегодня написали, скомитили, завтра пришли, посмотрели, ой, что это я вчера написал, ой, надо потратить x часов, чтобы понять, ну, выкиньте такой код сразу и упростите. Вот. Есть вообще замечательный принцип, называется он KISS. Нет, не подумайте, я не советую вам покинуть аудиторию, найти жену и так далее и тому подобное. Нет. Этот принцип расшифровывается как keep it simple, stupid. Переводится как держите вещи простыми, очень простыми. Short and simple, super simple. Как-то так. Второй смертный грех, мы его называем дизайн спагетти. Вот. Ну, вы себе представляете, что такое спагетти. Вот. Я вам дам некоторое время осмыслить картинки, я могу, в принципе, попереводить. Есть такой, так скажем, комикс geek and poc. Ну, и вот в конкретно этом примере обсуждается дизайн какого-то приложения. Ну, и вывод простой. Вот. У нас очень-очень много слоев в нашем приложении. У нас есть, там, я не знаю, слой базы данных. На этот слой базы данных навешана какая-то абстракция. На слой этой абстракции навешано какой-то remote procedure calls, web service и еще что-то. А там вот сбоку у нас прибегает вдруг другая база данных, и мы ее как-то по-другому там вкручиваем и так далее и тому подобное. И вроде бы как все красиво, все по слоям разложено, но внутри оно все связано вот как спагетти в тарелке. Так делать не надо. Вот. У меня нету какого-то конкретного примера на спагетти дизайн, потому что, ну, просто в слайд не влезет. Следующий смертный грех, который мы выносим, это на тему комментариев. Ну, вот опять geek and poc. Соответственно, есть какой-то комментарий, возникает вопрос, что этот комментарий делает. Ну, и такой вполне резонный ответ. Да не важно, что написано в комментарии. Этот код может делать что угодно, надо внутрь смотреть. И на самом деле на практике так и происходит. Вот это прям абсолютно без… Нет, окей. Это с исправлениями, то есть здесь вставлен там один лишний enter после фразы. Ну, это для красоты композиции. Во всем остальном это выдрано из реального проекта. Ну, и понятно, вот у нас проблема. В комменте написано одно, код делает другое. Вот, как с этим жить вообще непонятно. Так делать не стоит. Внимание, вопрос. Вот это лучше? Почему? Да, вообще бессмысленно тратить свое время на написание вот такого вот JavaDoc, в котором написано у нас есть масло, это масло масляное и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, за комментариями нужно следить. Нужно следить, что комментарии соответствуют коду, комментарии… А, общая рекомендация моя личная. Комментарии должны описывать не то, что вы делаете, а зачем это вы делаете. Вот, ну и понятно, чем меньше код, тем, скорее всего, меньше вам надо комментировать, потому что сложности в нем должно быть меньше. И, соответственно, вам не нужно описывать, зачем вы это делаете. И вот в данном конкретном примере с геттерами, ну, это геттер у нас известна конвенция. Если get что-то, мы, наверное, получим значение field. Да, и так далее и тому подобное. Следующий смертный грех — это стандарты кодирования. Ну и опять же вот небольшой гиконпок. О стандартах кодирования можно спорить часами, можно устраивать холивары, на какой строчке мы пишем скобочку, на какой строчке мы скобочку не пишем, где мы сколько вставляем пробелов, я не знаю, как мы именуем методы, филды, классы и прочее, как мы все это там, я не знаю, раскладываем по пакетам и так далее и тому подобное, третье, пятое, десятое. Спорить об этом можно часами, но важно, что стандарты кодирования нужны. Если вы работаете один, как вот молодой человек, тогда окей, у вас проблем не возникает, вам не нужно ни с кем договариваться, как вы пишете код, потому что код вы будете читать сами, и вы с самим собой наверняка легко договоритесь. Если же вы работаете в какой-то команде, то было бы неплохо договориться о том, как вам приятнее писать и как вам приятнее читать. В противном случае можно прийти к таким ситуациям, как сегодня вы пишете коммит, вы используете… О, отличная тема. Табуляции и white space. Вы пишете коммит, вы используете табуляции, у вас в идее там все настроено, оно там по четыре, по два отступа размечается, все у вас красивенько и так далее. Этот коммит прилетает к какому-то вашему коллеге. И у этого коллеги, я не знаю, какая-нибудь там другая среда или он просто там в команд-лайне смотрит ваш код, и бац, вдруг у него все поплыло, он увидел там эти табуляции, ему табуляции не нравятся. Он следующим же коммитом засовывает, а давайте уберем все эти табуляции, ой, а еще я вот здесь вот пофиксил какую-то там багу. И в итоге в дифе вы смотрите, и у вас изменение стиля, потому что кому-то такой стиль не нравится, оно замешивается с каким-то функционалом. Ну, это как-то плохо. Соответственно, за стилем нужно следить. Есть кон... Да. И здесь у меня будет к вам следующий вопрос. Вот большинство из вас сказало, что вы уже работаете. По вашему мнению, на что вы тратите больше всего времени на работе? Я не работаю, надо делать не проделать. Окей. Отчтение код. Отлично. Да. Вообще на самом деле большинство людей, скорее всего, скажет, что я программист, я разработчик, я пишу код. Вот. Это заблуждение, ну, потому что исследования показывают, что большую часть времени программисты на самом деле читают код. Они его не пишут, они в основном читают. Там 80% времени вы занимаетесь чтением кода своего, чужого, непонятно уже кем писаного, давно забытого и так далее и тому подобное. Ну, и вот на тему стандартов кодирования существует замечательная фраза. Писать для того, чтобы компилятор вообще скомпилировал ваш код или там идея вам сказала, что нет, это не скомпилируется и так далее и тому подобное, это очень легко. Вот там, я не знаю, пробел понажимали и все вот у нас получилось, потому что у нас в идее есть автодополнение и тому подобное. А писать код, который завтра сами же вы или ваш коллега сможет прочитать, значительно сложнее. И вот, соответственно, надо стремиться к тому, чтобы писать человекопонятный код, не машинопонятный код. Есть замечательный пример на эту тему. Я заранее извиняюсь, этот пример взят из языка C, а конкретно из библиотеки Apple для работы с сертификатами шифрования SSL. Он взят из C, потому что большую часть моего времени я занимаюсь теперь анализом языков CC++, а не Java. Ну вот пример достаточно показательный. Кто-нибудь может сразу сходу сказать, в чем проблема? Я тут повырезал некоторый код, который с комментами обозначил, но это не важно. Да, вот у нас вот здесь вот есть два go to fail, и это вообще очень плохо, потому что, ну, можно выкинуть все остальное, потому что этот код всегда падает в go to fail. Идиома в C очень простая. Вот они используют конструкцию go to в конец функции, а в конце функции у нас там есть какая-то очистка ресурсов и прочее, прочее, прочее. То есть если у нас что-то не получилось, ну, нам надо выйти из функции, давайте почистим ресурсы и выйдем. Явно, то есть любой здравый ревью не пропустит такой код. Любой там, я не знаю, форматер в адекватной IDE, он нам отформатит этот код немножко иначе, и мы явно заметим, что у нас go to куда-то не туда съехал. Вот. Как этот код получился, это, конечно, другой вопрос, но в итоге получилось… Получилось именно то, что здесь и написано. Получился fail. Присвоение в условии – это нормально, это адекватная конструкция всях. На самом-то деле в Java подобное тоже можно делать. Зачем? Ну, вот в всях есть такой вот стиль написания. То есть кто-то ему следует, кто-то нет, но вот кому-то удобно. Может быть для того, чтобы сделать, я не знаю, код более маленьким, не писать на лишних строчках присвоение, а потом писать сравнение, чтобы его закомпактить и так далее и тому подобное. Естественно, это тоже может быть источником проблем. Но это тоже относится к кодинг-стандартам. Едем дальше. Код кавередж. Кто впервые слышит эти два замечательных слова? О, таких нет. Отлично. Кто практикует test-driven development? О, таких тоже нет. Это интересно. Что такое покрытие кода? Когда у нас более 5 кода как-то проявляется. Да, при технике операции выполняется. Окей. Допустим. Кто-нибудь измеряет покрытие кода тестами из вас? А, то есть все знают, что такое покрытие кода тестами, но никто не следует TDD и никто при этом не измеряет. Ну, мысль очень простая. А, нет, давайте еще другого тогда вопрос зададим. Ладно, вы TDD не следуете, и черт бы с ним, с этой методологией. Кто пишет тесты? О, уже лучше. Отлично. Отлично. Ну так вот, если вы пишете тесты, кто присутствовал на докладе Шепелева, он знает, что как бы с черной коробочкой не очень приятно иметь дело. Хотелось бы что-нибудь померить, чтобы уметь делать какие-то выводы. Ну и вот, соответственно, для тестов придумана такая вот метрика, которая называется code coverage, и есть тузы, которые вот могут вам подсветить код и сказать, ага, вот все, что у вас зелененькое, это было исполнено во время ваших тестов. Все, что у вас красненькое, это не было исполнено во время ваших тестов. То, что вот здесь у нас бренч желтенький, это то, что у вас там условия бренча, оно сэвалюетилось либо в true, либо в false, но только в одно. У вас бренч coverage не полный. Вы не посетили какой-то бренч этого ифика. Ну и, соответственно, метрика очень хорошая, потому что, глядя вот на такое визуальное представление, можно сразу понять, что ага, у нас не хватает теста вот для вот этой вот конструкции, и это вообще на самом-то деле очень плохо. Это источник ошибок, потому что один день мы где-нибудь что-нибудь поменяем, и вот оно у нас свалится конкретно в этом месте. Понятно, что можно смотреть вот на такой отчет, можно смотреть на более больший отчет, можно смотреть на количество строк кода, которые покрыты тестами в нашем приложении. Можно также поделить эту штуку на общее количество строк кода в нашем приложении и получить процент. Соответственно, код-ковередж можно измерять каким-то процентиком. Внимание, вопрос. Какое значение код-ковередж, ну вот в процентах для проекта, это вообще адекватное, приемлемое значение. Сколько? Ладно. 50. Голосовать будем? Кто за ноль? Вполне приемлемо. Ну, окей. Кто за 50? Кто? Нет, здесь мы говорим про код-ковередж, про конкретно сколько строчек кода у нас оказалось там покрыто или не покрыто тестами. Use case coverage — это все-таки штука другая. О ней мы тоже можем поговорить, но здесь мы говорим про код-ковередж. А как вы хотите? Вот, замечательно. Вообще существует отличнейшее высказывание. Единственная цель мерить код-ковередж и писать тесты, ultimate goal всего этого, 100%. Святой Грааль. Вот 100% и не меньше. Понятно, что на практике это тяжело достижимо, понятно, что на практике там, я не знаю, UI-приложения тяжелее тестировать, чем какие-то консольные, какие-то библиотеки и тому подобное. Понятно, что на практике это сваливается в какие-то 50, 40, 70, неважно, у всех чиселки разные. Но стремление общее, стремление к сотне. Следует отметить следующую особенность. Если вы стремитесь к сотне, но ее не достигаете, но все равно стремитесь, рано или поздно у вас ковередж будет расти вверх, чисто потому, что каждый раз, когда вы что-то трогаете, вы будете добавлять новых и новых тестов. Вот. То есть если вы следуете там ТДД или хотя бы стараетесь следовать, то вы будете приближаться к этой сотенке. Почему? Ну, потому что, допустим, вот Google утверждает, что у них 80% ихней кодовой базы переписывается там каждые полтора года. Соответственно, если у нас не было покрыто 80% нашей кодовой базы тестами, но мы вот начали новые циклы разработки и теперь стараемся писать тесты, то мы вот 80% может быть покроем. Внимание, следующий вопрос. Вот у нас есть такой вот простенький классик. Ну, я, конечно, понимаю, что у нас есть MES из GDK, но вот нам почему-то захотелось написать свой MES. Мы вот его вот так вот написали, а потом пришел какой-то умный парень и сказал, ой, а что же вы тдд-то не делаете, давайте напишите тесты. Я не знаю, пришел босс, стукнул кулаком по столу и сказал, где тесты. Ну, вы сказали, окей, вот мои тесты. 100% ковередж, 100% ковередж. Каждую строчку заэкзекьютили, все отлично. Есть проблемы? Может быть, оно что-то еще не покрывает, кроме всех юзкейсов по типу переполнения? Что? Да, вот где-то здесь звучат правильные ответы. Ну, вообще мы что-то вызываем, а на результат нам все равно. Вот. Это как бы неправильно. И в конкретном данном примере мы вообще на самом деле хотели сумму, а делаем с абстракшн, ну, и что-то здесь не так. Но босс попросил 100% ковередж, 100% ковередж достигли. Строго говоря, надо вообще-то думать, что мы делаем. То есть тесты писать надо примерно так же осмысленно, как и мы пишем наш основной код. Едем дальше. Следующий из смертных грехов, мы его называем потенциальные баги. Вот. Эта штука достаточно, так скажем, сложная, не всегда ловится. Вот вам пример из java-util-форматор, который входит в GDK. Ну, я немножко поубирал всего лишнего, чтобы оно на слайдике влезло. Есть ли здесь какая-то проблема? Кавычки. Ну, это… Ладно, что мы обозначаем в java-апостровами? Так, question. Символы. Ну, вот символ мы туда передаем. Это символ. Ну, действительно, там один чарактер. Что? Да, именно. Вот в этом как раз и заключается проблема. Что? Да, с ними что-то не так. А именно, что с ними не так. Действительно, конструктор стринг-билдера, он принимает себе на вход int, который задает там pre-located размер стринга, который мы хотим в итоге построить. Но вот такой вот код вполне себе валиден, когда мы передаем чарактер. Что происходит? Понятно, чарактер у нас implicitly скастится к intu, и какое-то значение туда свалится в зависимости от того, какой код вот у этого процентика. И эта штука компилируется, и эта штука была в GDK. Можно даже вспомнить там в каком коммите, но это не суть. И эта штука неочевидная, потому что вот рядом у вас есть тонна другого кода, который вообще ваш глаз замыливает. И эту штуку искать не так-то просто. Вот потенциальный баг. Следующий грех — это duplicated код, повторяющийся код. Но, как уже было отмечено, copy-paste — это плохо. Ctrl-C, Ctrl-V — это плохо. Ну вот, соответственно, у нас тут бард, который утверждает, что он никогда не должен дублировать никакой код. Почему? Да. Проблема duplicated кода в том, что мы на самом-то деле duplicated код, он увеличивает в разы все остальные проблемы. Если у нас были потенциальные баги в каком-то коде, и этот код мы куда-то сдублировали, то мы можем, конечно же, пофиксить в первом месте эту багу, но забыть пофиксить ее во втором. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Реальный пример. Я опять же извиняюсь, это пример не джавовый, но синтаксис очень похожий. Это пример C-sharp. Это пример из Microsoft-компилятора для C-sharp. Вот у них там есть некая функция, называется need separator, и она там что-то делает. Кто-нибудь видит явную проблему? Да, вот у нас вот здесь вот явный duplication, который нам сейчас явен, потому что мы вот опять же повырезали все, что лежит рядом, и видим его. Но этот код был, опять же, скомичен в мастер, ушел в продакшен и тому подобное, существовал какое-то время. То есть код-ревью его пропустил, и вот. Соответственно, суммируя, семь смертных грехов. Плохое распределение сложности, плохой дизайн, проблемы с комментарием. Мы не выполняем какие-то стандарты кодирования, которые мы сами же определили. У нас проблемы с тестами, у нас есть потенциальные баги, дупликейтед код. Вот. Что с этим делать? Есть теория разбитых окон, так называемая, которая гласит, что вообще, если не пресекать маленькие какие-то правонарушения по типу граффити или разбитых окон, то у нас вообще уровень криминала в городе, он вырастет. Ну, применяя это на разработку программного обеспечения, если не следить за стилем, который, казалось бы, ну, не такая уж сильная, существенная вещь, вот. Но если за этим не следить, то у нас появятся более серьезные проблемы рано или поздно. Вот. Соответственно, что с этим делать? Ну, опять же, ссылаясь к докладу Леши, очень тяжело делать с черной коробочкой что-то. То, что вы не можете как-нибудь измерить, там, как-нибудь посчитать, ну, вы вообще не можете с этим ничего делать. Как измерять качество кода? Есть идеи? Как считать технический долг? Окей. Вот мы делаем код-ревью. Код-ревью у нас там дупликейшны пропускает. И вообще, грубо говоря, ну, ничего не считает. У нас либо да, зацептили, либо нет. Кто-то говорит статический анализ прав. Что это такое? Мы сейчас посмотрим. Считать синяки тоже верно. Вот есть такая замечательная картинка, что на самом-то деле качество кода, вот оно в VTF per minute, извиняюсь, what the fuck per minute вычисляется. Вот. Качество кода это штука относительная. В какой-то одной команде один код будет считаться качественным, но для другой команды это может быть абсолютным бредом. У них там другой стиль, другие стандарты и прочее, прочее. Вот. С течением времени стандарты качества кода могут меняться, ну, и поэтому мерить эту штуку достаточно сложно. Но, тем не менее, существует ряд продуктов, которые нам все-таки позволяют мерить некоторые метрики на коде и все-таки жить более спокойно. Можно мерить размер нашего кода, можно мерить, есть такое понятие, как цикломатик комплексити, оно считает, грубо говоря, сколько тестов вам понадобится, чтобы покрыть все строчки в ваших методах, в ваших классах и так далее. Есть essential комплексити, которая говорит, насколько хорошо это там в принципе читабельно и так далее. Вот. Понятно, мы уже сказали, что есть ковередж в метрике, можно считать line-ковередж, branch-ковередж, condition-ковередж, вот там были предложения, давайте считать use-case-ковередж, feature-ковередж, пожалуйста. Можно автоматически детектить дубликаты кода и, соответственно, их тоже трекать, показывать и так далее. Вообще, принцип простой. Люди дороги, ну, им надо платить зарплату и так далее, они хотят кушать, а машины CPU дешево. Вот давайте автоматизируем любое треканья всего чего угодно по максимуму. Соответственно, есть тулы. Есть тулы для динамического анализа. Вот то, что код-ковередж это так называемые код-ковередж тулс. Они умеют считать, они умеют запускать ваши тесты или вы сами запускаете тесты, и они вам выплевывают ковередж метрики. Вот. Я рекламирую только одну тулу, я извиняюсь, конечно, я в ней так или иначе участвую. Есть много других. Есть Кобертюра, есть Апласиан, Клавер и так далее и тому подобное. Понятно, что есть еще атораклотуладжиков, есть, может быть, миллион других, о которых я не знаю. Ну, в общем, основная мысль есть тулы, которые позволяют считать код ковередж. Отлично. Что делать с тестами, которые не имеют ассертов и так далее? Ну, вот есть там другая тула, которая называется P-тест, мутейшн ковередж. Можете тоже запомнить, тема достаточно интересная. Если вы в Google наберете мутейшн тестирования, то вам вывалится там даже куча теорий, можно про это все почитать. Вот. Ну, это немножко выходит за рамки текущего доклада. Есть также тулы, которые выполняют статический анализ. Ну, отличие статического от динамического в том, что в динамическом мы можем взять тесты и запустить, а статический анализ, он производит вычисление метрик, поиск потенциальных багов, дубликатов и так далее и тому подобное без запуска вашего кода, грубо говоря. что есть? Есть замечательный проект CheckStyle, который содержит сто пятьсот проверок на то, как у вас расставлены скобочки, как у вас расставлены пробелы и прочее, прочее, прочее. Вот. Есть замечательный проект, называется PMD, который умеет уже что-то более осмысленное находить, потенциальные баги и так далее. Есть третий проект, который называется FindBugs, который еще больше, сильнее зарывается в баги, может находить потенциальный null pointer dereference, если вдруг где-то вы забыли проверить, что-то у вас null или не null и так далее и тому подобное. Ну, окей, давайте вот мы тулзы заучили, давайте применим. Как можно применять? Ну, можно делать это, а вот у нас есть там какой-то цикл разработки, мы там, я не знаю, пять три недели, неважно сколько-то, x мы сидим и фигачим код. А потом у нас через два релиз, через два дня релиз, и мы такие, а давайте теперь пофиксим проблемы, которые мы вот зафигачили. И получается, что вот у нас циклы выглядят примерно как-то так у нас. Разгоняется, падает, мы там пофиксили и так далее. это не работает, потому что скорее всего в последние пару дней вы не сможете вот так вот очень сильно все заимпровить. На эту тему есть отличная метафора, которая называется утечка воды. Представьте себе ситуацию, вот вы там влезли в долги технические, у банка взяли займ, купили квартиру, в этой квартире потекла труба. соответственно тонна воды на полу. Что вы будете делать? Ну мысль отличная и мысль правильная. Наверняка вы не будете стараться вытирать эту воду с пола и так далее и тому подобное. Надо перекрыть стояк и пофиксить проблему в корне. Как фиксить проблему в корне? Ну нужно использовать отлично. Отличная мысль. Вообще нужно просто подойти более серьезно к вопросу и выполнять вот эту инспекцию кода более чаще. Делать непрерывную инспекцию. Есть вот другие тулы. Есть, например, тул называется Sonar Cube, который у вас может, понятно, предоставлять все те же самые метрики, что и все остальные тулзы, но правда в одном удобном месте с красивой UI, с отчетиками, даже с нотификациями и прочим прочим и делать это для вас каждую ночь. Грубо говоря, вы сделали коммит, он все проанализировал, вы утром пришли, все, что он вам сказал, вы пофиксили, и будет вам счастье. В заключении смысл простой. Даже если вы не используете какие-то тулзы и так далее и тому подобное, чтобы иметь чистый код, нужно его делать чистым. Пишите свой код так, как будто человек, который придет после вас разбираться в этом коде, это на самом деле психопат, маньяк, который знает, где... Это за мной. Который знает, где вы живете и вообще, грубо говоря, может к вам прийти и настучать вам по голове. Ну, понятно, что не нужно строить из себя такого маньяка по отношению к своим коллегам, но... Вот. Ну, есть замечательное правило байскаута. Оставляйте полянку чище, чем вы ее нашли. Соответственно, вы нашли какой-то код, ну, приберитесь в нем, если вы можете прибраться. Можно почитать на эту тему много разных книжек и так далее. Вот есть книжка Клинкод с Робертом Мартина. И на этом, собственно, мы заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok